Прогулялись мы по Киево-Печорской лавре. Можно сходить, советую. Вид Софийской Звонницы – огонь. Модный современный квартал Воздвиженка. Киев двоякое впечатление оставил. В шавух оказалась редкостная шапка. Своё путешествие по Украине мы начинаем с перелета Тбилиси-Киев. Ну что, друзья, вот мы прибыли в город-герой Киев. Пролетели где-то часа три, наверное. На таможенном контроле нас сразу завернули пограничники в отдельную комнату для допроса. Расспрашивали всякое, отсканировали наши билеты по Украине, постелы, где мы живём. Ну и так пару вопросов позадавали, отсканировали пальцы, ну и отпустили. Из аэропорта Борисполь мы едем до метро Харьковской на автобусе. Проезд 160 гривен. От метро Харьковской едем дальше на метро. Проезд стоит 5 гривен. Приехали в центр, где мы, собственно, и живём. А Киев с нас встречает дождём и грозой. Пойдём в хостел. Ну что, друзья, после того, как мы заселились в хостел, мы решили отужинать. Так сказать, снять Настин стресс, который она получила после общения с пограничниками в отдельной комнате. Я так ничего не испытал, никакого стресса. Самый сложный вопрос был, это где и кем я работаю. Но я справился, нас спустили. И вот мы зашли поужинать в грузинское заведение, называется Хачапури вино. И взяли по-классике грузинское хинкали. Вот такие вот 10 штук хинкали. Одна хинкалина здесь стоит на наши деньги 40 рублей. В Грузии она стоила 17 рублей. Мы взяли вино домашнее. Сейчас будем пробовать. Ну вот так что вот тут мы покушали и отдали здесь хинкалик и два бокала вина домашнего 322 гривны. Ну, хинкали, если честно, не грузинский нифига. Так себе. В Грузии гораздо лучше, дешевле и больше. Так что едите в Грузию за хинкалями. Ужин мы решили добить шавермой. Точнее не шавермой, а люля-кебабом. Стоит 35 гривен. Шавуха, казалось, редкостная шапка. Просто, фу, отвратительная. Я даже не стал ее видеть, выкинул. Бе, наша лучше. Хостел, в котором мы остановились, весьма неплох по бюджетным меркам. Наша двухместная комната обошлась нам в 500 гривен за сутки. Сам же хостел находится в самом центре Киева, на улице Грушевского, откуда рукой подать до Майдана Незалежности. С общего балкона, кстати, открывается вид на стадион местного Динамо. Снаружи здание, в котором находится хостел, выглядит весьма хреново. Видно, что идет процесс реставрации и надстройки. А завтра пришли зайти в кафе Пузата Хата. Это такая сетевуха в Киеве. Ну, смотрите, мы взяли деруны со сметаной. Это те же драники. Потом взяли шницы с яйцом, две штуки, и на себе два пюре, и два компота. Обошлось это нам все в 121 гривну. Ну, и сейчас будем пробовать. Если понравится, будем здесь обедать дальше. После отличного завтрака отправились гулять по туристическим местам Киева. И первым делом пришли в Киево-Печерскую лавру. Этот монастырский комплекс весьма мушительных размеров. Помимо монастыря, храмов, музеев и пещер с мощами, на территории лавры есть отличная смотровая площадка на Днепр и разные другие достопримечательности Киева. Ходили-гуляли по лавре мы почти два часа. Даже притомились. Ну вот, прогулялись мы по Киево-Печерской лавре. Посетили верхнюю часть, нижнюю часть. Прогулялись по дальним пещерам, по ближним пещерам. Вход в лавру стоит 30 гривен. Это без экскурсии. Также мы взяли экскурсию по ближним пещерам. Обошлось нам на человека 43 гривны. Советую, вам расскажут хоть про историю лавры. Ну и вообще так интересные вещи рассказывают. Так что посещайте. К сожалению, снимать в пещерах было нельзя. Но там очень так это атмосферно. Так что можно сходить. Советую. А после лавры приехали в центр Киева. Поглядели на знаковые туристические достопримечательности. В том числе и здания СБУ. И двинули на Софийскую площадь. Полюбоваться на еще один знаковый храм Киева. Собор Святой Софии. Он же Софийский собор. Он же Киево-Софийский собор. Вход на территорию собора платный. Потому что это музейный комплекс. Так же как Киево-Печерская лавра. В саму церкву мы не пошли. А вот на Звонницу решили подняться. Так как с нее открывается крутейший вид на город. Вид огонь. Итак, друзья, посетили Софийский собор и Звонницу. Вход в Софийский собор на территорию стоит 20 гривен. Подняться на Звонницу, вот эту вот, стоит 60. Также можно посетить сам собор. Вход стоит 80. Но мы туда не пошли. А со Звонницы очень крутой вид открывается на Киев. На Михайловский собор. Так что советую на Звонницу подняться однозначно. После Софийского собора дошли до места, где раньше располагался самый центр древнего Киева. Видимо, откуда-то отсюда или поблизости и начался Киев. А сейчас это не самая сильная туристическая достопримечательность города. Ну и как же не посетить, наверное, самую туристическую улицу Киева после Крещатика, само собой. Я говорю сейчас про Андреевский спуск, конечно же. Так как это туристическая улица, то на ней раскинулись в большом количестве лотки с сувенирами. Но, несмотря ни на что, мне эта улица очень понравилась. Наверное, потому что на ней сохранилось большое количество дореволюционных зданий. Например, дом-музей Михаила Булгакова, так называемый дом Турбиных. Так что прогуляться по этой крутой извилистой улочке, вымощенной булыжником, имеет смысл. А дальше перемещаемся на соседнюю улицу, Воздвиженскую. Гуляем по району Воздвиженка. Это такой модный современный район. Так сказать, здесь вся богема облетает. Всякие фестивали, шоу-румы, модные всякие маркеты проходят. Район был построен не так давно. И вот он сейчас выглядит так вот по-европейски, красиво. Очень нравится. Хоть квартал этот новый и современный, но и тут находят место недострой или заброшки, поросшие кустами. По Андреевскому спуску дошли до Подола. Итак, друзья, мы находимся на Подоле, а на Подоле находится колесо обозрения. И вот, собственно, на этом колесе обозрения, по традиции, по классике, мы катаемся. А прокатиться стоит 100 гривен. Ну и сейчас посмотрим, какой отсюда вид прикрывается. А вид с колеса только на Подол. Ну и напоследок, мы просто пошлялись по центральной части Киева, что тоже весьма неплохо. Продолжение следует... Ну вот, друзья, и закончился наш один день в Киеве. Что я могу сказать? Обходили сегодня весь центр. Прям так плодотворно погуляли. Спасибо Стелле Киевлянке, которая нас сегодня поводила, показала город. Очень из-за этого спасибо. Ну что, резюмирую. Киев двоякое впечатление оставил. Во-первых, это очень красивый, интересный город. Есть что посмотреть, ездить погулять. Достойный. Но есть и минус. Он очень неухоженный. В принципе, это беда всех наших российских городов. Можно сказать, такая этакая совковая неухоженность. Ну, видимо, это недоработки мэра. Но надеюсь, что он исправит, и все будет красиво. А сейчас все. Мы уезжаем в город-герой Одессу. Погнали. В Одессу мы едем на поезде Киев-Одесса. В купе. Белет стоит почти 455 гривен. В общем, поедем по жиру. Погнали. Субтитры подогнал «Симон»